Но начало, да, мы за мир. Мы молились всегда, чтобы быстрее наступил в мир. Вы видите, как молитва работает. Сейчас все уже начали говорить о мире, не только мы. Значит, получается, что наши молитвы подействовали. И нам осталось чуть-чуть еще, совсем немного. Закончатся войны. И все опять будем жить в мире, как до 2014 года. Да, это очень хорошо. Мир, хочется уже мир, хочется вот так спокойно, как было раньше. Помните, да, спокойненько летаешь, ходишь, куда хочешь. Проблемы нафиг этих. Такое время было счастливое. Не ценили счастливое время. Не ценили, не благодарили Всевышнего. Все недовольны были. Теперь ценим, теперь ценим. Значит, мы продолжаем изучать пути праведников в книгу. И сегодня мы пришли к одной теме, которая, можно сказать, является центральной темой. Вообще, можно сказать, да, это называется центральной темой. Почему центральная тема? Потому что центральная негативная тема. Центральная позитивная тема – это благодарность. Это мы уже знаем, брата благодарности. Значит, когда человек благодарит Всевышнего, то он выполняет то вообще, ради чего Всевышний создавал этот мир. И все налаживается. То есть, благодарность – это путь в позитив, путь в плюс. Ключ ко всему хорошему в жизни, ключ ко всему хорошему – благодарность, скажем так. А ключ ко всему плохому, можно было бы сказать, неблагодарность. Но здесь называется не так. В Торе ключ ко всему плохому – это злословие. Злоязычие. На иврите это звучит лошон-ара. Лошон-ара дословно переводится лошон – это язык, ара – это зло. Злой язык. Значит, злой язык – это самая проблемная история, которая только есть в Торе. Потому что был разрушен второй храм за беспричинную ненависть друг к другу, которая выражается в злоязычии. Теперь, что такое злоязычие, почему автор этой книги, которую мы изучаем, он разместил сразу врата лести, а сразу за ним врата злословия. Да, вот Максим нам напомнил как раз Сон Канлю, легкого поста сегодня, да, если быть актуальными. Сейчас идет пост. Я прямо удивляюсь, думаю, ну вот почему. Обычно я тоже утром не кушаю. Но как-то вот когда ты не кушаешь, потому что ты не хочешь кушать, это не тяжело не кушать, да. А когда ты не кушаешь, потому что пост – сразу совсем другое ощущение. Это вот вопрос о том, что когда человек должен выполнять заповедь или должен ему, говорят, ты должен что-то делать, то ему тогда тяжело это делать. А когда он хочет что-то делать, ну, делать, потому что он хочет или не хочет, тогда ему легко. Так вот, сегодня пост 17-я Томуза. Осталось три недели до 9-го Ава. 9-го Ава – это самый такой траурный день в еврейской истории. Разрушены были первые, второй храм. 9-го Ава разведчики вернулись, и народ Израиля не зашел, отказался зайти в землю Израиля. Вот это 9-го Ава будет через три недели. А сегодня 17-я Томуза. 17-я Томуза. В этот день были разбиты первые скрижали. Помните, когда Машер Абейну поднялся на гору Синай, и он спустился потом с этими скрижалями, которые были сделаны Богом, и на них были Богом очерканы 10 заповедей. И он спустился с ними. А в это время народ Израиля, часть народа, сделали золотого тельца. И Машер Абейну разбил эти скрижали, и Бог хотел уничтожить тогда еврейский народ, но потом простил. И Машер Абейну поднялся на гору, просил прощения еще 40 дней, а потом вернулся со вторыми скрижалями, которые уже были, сами скрижали вот эти вот каменные плиты, сделал Машер Абейну сам, а уже написал на них Бог 10 заповедей. Это такая, вот 17-го Томуза, вот сегодня как раз, да, были разбиты первые скрижали, 17-го Томуза при осаде Иерусалима прекратились жертвоприношения, второй раз при осаде Иерусалима, вот перед 9-го Мава была пробита стена. В общем, начинается сейчас период, это 17-е Томуза, это такой день, когда начинается период, который называется Междутеснин, Бенамесарим, Междутеснин, Междутеснин, и это время считается самое тяжелое время такое, и в это время нужно на себя брать, берутся на себя разные ограничения, такие изнурения, изнурения, видите, я уже, я думаю, что я такой изнуренный, я чувствую себя прям изнуренным очень. Изнурение это, есть разные обычаи, некоторые только устражаются последнюю неделю, на которую выпадает 9-го, некоторые начинают с начала месяца, да, некоторые начинают с сегодняшнего дня, 17-е Томуза, 13 дней до начала месяца такие устражения, но не очень строгие, а потом строгие, но тут смысл же в чем? Вот, например, человек постится, да, человек постится, ему плохо, ему плохо, ему хочется кушать, и он в этот момент, ему хочется кушать, и он понимает, насколько уязвима его жизнь, что он день без еды уже не может, он понимает, насколько тяжело человеку голодному без воды, да, он все это понимает, и он в этот момент начинает раскаиваться, то есть пост нужен для того, чтобы человек пересмотрел свои поступки и раскаялся, но чтобы раскаяться, нужно знать же, в чем раскаяться, и вот мы сегодня как раз и узнаем, что является главным, главным ключом ко всем остальным преступлениям, значит, врата злословия, в злословии тот, кто говорит о достойных порицаниях недостатков ближнего, даже если говорит правду, а говорящий о ближнем лживо называется креветником, вот такое определение, значит, если, например, человек послушал предыдущие наши все уроки, да, и решил, что и все, я не буду больше льстить, лесть это плохо, ханифа, нельзя льстить злодеям, и он до этой главы не дошел, до 25-й, и он начинает вместо лести, начинает говорить про злодеев правду, он встречает он Викторию и говорит, Виктория, сейчас я тебе такое расскажу про Вячеслава, про Влада, про Елену, про Таисию, про Александра, про Лазара, всем давай сейчас записывай, сейчас я тебе всю правду расскажу, я, значит, ничего не утаю, все, что помню про них плохого, все я тебе сейчас расскажу, он думает, что он сейчас делает хорошее дело, да, он думает, что он вместо лести, он увещевает злодеев, как бы, и раскрывает глаза Виктория, по факту он нарушает, он причем делает нарушение такое, есть книга, мы когда-то учили, называется Хафетскаим, написал эту книгу, «Жаждущие жизни», о законах Лашонара, человек, который говорит о другом правду, но которая этого человека обижает, унижает, там, позорит, и которая этому человеку приносит зло, про которого говорят, да, даже если это правда, он нарушает, там, 17 разных запретов Торы, 17, если он, там, свинину скушал, то один, если он насекомое съел, то семь, если он, там, не знаю, сделал любое преступление, то меньше, чем 17, в любом случае, теперь, и при этом он же сказал чистую правду, вообще непонятно, за что его наказать, как это он вообще, что значит, что нельзя правду сказать, два человека встречаются, один другому говорит, «Мне не нравится, как ты одет, мне не нравится, как ты выглядишь». Что он плохого сказал? Но он сказал чистую правду, мне не нравится, как ты выглядишь У тебя нос кривой Чего нос кривой у него, да? А вот ты растребанный там и небритый, да? Почему это запрещено? Что, какой-то очень странный вид Давайте разбираться Значит, тот, кто сказал правду, но, которая человека обижает и вредит ему Это называется злословие Тот, кто сказал неправду, это называется клевета Есть разница То есть, если обманул, сказал, вот у тебя нос кривой, у него нос не кривой Это клевета А если сказал нос кривой, и у него реально кривой Правда, значит, злоязычие Тот, кто так говорит, это злоязычие Творит огромное зло ближнему своему тем, что портит твою репутацию в глазах людей И наносит урон Хотя самому злоязычному нет никакой выгоды от этого Какая выгода сказать, что лучше, у человека нос кривой Но что ты этим выберешь нос? Нет Как ты как-то поможешь человеку? Нет Себе поможешь сказать У тебя нос кривой, а у меня ровный Но в этом случае, может, и есть выгода, да, такая Можно сказать, что есть выгода сказать, что у него нос кривой, а у меня ровный Он как бы себя возвышает этим То есть он на фоне кривого носа, он как бы свой нос приукрашивает, да? Ну, хотя можно просто даже сказать, что смотри, какой у меня ровный нос Посмотри, такой и такой Зачем говорить, что у кого-то кривой? Ну, почему это так страшно? Давайте разберемся Непонятно пока Привычный злословец бросил с себя ярмо Всевышнего Потому что, совершая преступления, бесполезные для себя, становится хуже вора и прелюбодея Стремящихся к собственным удовольствиям и наслаждениям Говорят мудрецы, злословие Лошонара равно идолопоклонству и кровосмешению и кровопролитию Вообще непонятно Значит, идолопоклонство Это отрицание Всевышнего Это самый страшный грех такой, да? Кровопролитие Ну, убить человека Куда вообще, да? Это вообще как можно сравнивать Разврат Тоже как бы вообще считается, что эти три вот эти вот запрета Кровопролитие, идолопоклонство и разврат Нельзя нарушать даже под страхом смерти Надо умереть, но не нарушить А тут всего лишь Лошонара Всего лишь там встретила подружку и говорит Ты знаешь, вот я тебе скажу, например, Нитанияу, да? Он мне не нравится Он и начнет про Нитанияу, его жену рассказывает Казалось бы, почему она, что здесь, какая проблема? Давайте разбираться, да? Автор книги тоже пишет Кажется весьма удивительным, что злословие равно этим преступлениям Ведь каждый из нас обязан пойти на смерть, но не совершать их И дал поклонство, убийство и разврат Кровосмешение они здесь называют разврат То есть это не просто разврат Разврат, такое слово очень растяжимое, да? Но именно в Торе перечислено 30 связей, которые называются развратом по Торе И которые все они почти кровосмешение Там, кстати, вот мужчина с мужчиной тоже нельзя Вот, это тоже считается развратом Значит, почему, он говорит Это удивительно, почему злоязычие настолько является страшным преступлением И он высказывает здесь свое мнение, да? Вот автор этой книги, он нам дает такую версию Он говорит, смотрите, объяснение таково Злоязычный повторяет свою глупость по 10 раз на дню Позорит и стыдит людей А кроме того, причиняет вред тому, о ком говорит Даже легкое преступление становится тяжелым, если человек совершает его несколько раз подряд Поэтому, если человеку кого-то убил, это один раз А если он целый день ходит и распространяет зло про разных людей И каждое это зло, это как микроубийство, да? То есть, он убивая репутацию человека Или обижает человека Он как будто бы его убивает, да? Написано в Пертья вот здесь такая мишна Что тот, кто позорит другого публично У него нету доли в грядущем мире Даже если у него есть то ура и добрые дела Потому что, ну там много задают вопросов Почему? Разные объяснения Что тот, кто позорит публично, нет у него доли в грядущем мире То есть, казалось бы, тоже, да? Что в этом страшного? Мы не понимаем Но оказывается, что действительно Вот этот момент жизни-смерть накончит языка Это действительно не фигуральные какие-то слова Это факт Поэтому, так как человек словами своими, да? Он создает реальность То реальность, которую он создает слова Это прямо реальность-реальность И если он словами позорит кого-то А для кого-то смерть Позор это как смерть для него, да? То есть, он просто Некоторые говорят Лучше бы я под землю провалился Чем испытать такой позор, да? Говорит человек какой-то И он, прямо люди Из-за позора Некоторые заканчивают жизнь самоубийством Они не могут жить То есть, есть такое Люди заканчивают Вот эти, знаете, есть страшные вещи Буллинги Там, когда Ну, когда Детей там позорят Все Но Послушайте обычную бабушку на площадке Да? Просто Обычную, добрую, родную бабушку И она своего ребенка Внука Она ему говорит Я тебя сейчас сдам в милицию Сдам в милицию Если ты сейчас будешь плохо себя вести Я тебя сдам в детский дом В милицию Я тебя брошу Что она делает? Она ребенка своего просто Словами уничтожает Он же боится ребенок, да? Его бабушка Это его все Сдам в детский дом Сдам в милицию Сдам в детский дом Сдам в милицию каждая вторая бабушка такая на площадке если вы послушаете русскоязычные бабушки просто это какие-то вообще эти самые ну я не знаю я слушал много раз такие и мамы есть такие тоже знаете я тебя сейчас прибью если ты сейчас не заволчишь да нормальное выражение нормальная мама ну то есть я на таких вырос в мамах да хайка у нас так было принято и и учителя такие были тоже это прибью сейчас токсичная бабушка бабушка токсичная помню когда-то когда-то одна была один чеком не на тренинге пришел вообще там говорит у меня жизнь не складывается реально не складывалась он был вообще полностью такой разобранный психологически и он не рассказал историю что он был из барнаула и у него была вот такая бабушка которая его все время пугала что его сейчас украдут его потом но из него сделают пирожки чабурете чабурете она говорит тут не будешь слушаться вишут эти чабурете это вот из таких мальчиков делают как ты и он от бабушки не отходил потом она это бабушка вот так запугала и он пошел в школу а барнаульская школа это действительно не лучшее место не пансел не пансел благородных девиц его там этого толстенького маленького мальчика его там уничтожали просто эти барнаульские значит преступники хуриганы и он чтобы как-то спастись он стал панком он стал панком он стал таким вообще кривым вонючим и страшным толстым для того чтобы он пугал людей своим видом потому что ему самому было страшно и он пугал людей и он на все он потом уже был а социальный полностью тип не умел общаться он всех боялся у него была она просто бабушка ему вы искали искали живого получается вот это почему злоязычие так страшно потому что злоязычный человек он не останавливается вот я наблюдал за одним человеком в фейсбуке да он значит был просто злоязычный есть такие люди которые свое злоязычие вот здесь он пишет злоязычному трудно раскаяться так как он привык к злословию приучил язык свока лжи то есть злоязычный он как бы считать что же он правду говорит о чем ему тогда расскажется так правда и он значит этот плохой этот плохой этот плохой лето плохой и это плохой и все плохие и он про всех рассказал от гадости и тот то его не слушает он на и броню вот уже рассказывать гадосте в общем этот человек он естественно окружении таких людей отворачивается от злоязычных, и он потерял полностью работу. Я помню, я его знал как-то, как раз я думал на один проект, мне нужен был человек, и он по своим знаниям, по своим skills, он был оверквалифицированным, он был намного более квалифицированным, чем нужна была мне на эту работу. Я, значит, с ним встретился, но он, вот эта его негативность, она прямо из него прямо сквозила. Я его не взял на эту работу, значит, и потом периодически, там, в фейсбук, в соцсети они подкидывают, и я потом смотрю, как его дальше жизнь разворачивалась. Ну, естественно, что семейная жизнь у таких людей не складывается, потому что ни одна женщина не выдержит, если ее будет муж все время позорить ее, позорить детей, позорить людей, то есть, ну, ни одна женщина нормально это долго не выдержит, он развелся. Естественно, что каждое негативное событие в его жизни, он же правду говорит, правильно, по его мнению. Поэтому ему трудно раскаяться, он не понимает, что есть у него какая-то проблема. Какая может быть проблема в том, что он говорит по своему мнению правду. Он, ну, то есть, если он Тору не учит, он, ну, говорит, да не, я нормальный, я говорю всем правду, у тебя нос кривой, ты, значит, опаздываешь постоянно, ну, и так далее. В итоге он полностью остался один, разрушенная жизнь полностью. А он при этом, вот что интересно, да, я даже сейчас наблюдаю, он, когда постыдил, нет ни одного нету, ни лайка, ни одного нету, ни вообще ни одного. Вот это удивительно. И он все равно продолжает думать, я прав, я прав, я прав, я говорю правду, все, значит, а я Д'Артаньян. И еще, в его глазах преступление кажется легким, потому что он скажет, что я ничего такого не сделал, не более чем слово простое сказал. И он не обращает внимание на огромный вред, который причинил и не раскаивается. А даже если раскается, то его раскаяние не совершенно, потому что он не осознает размеры своего преступления. Ведь нужно еще просить прощения у людей, которых я говорил, а он даже не помнит сколько их всех. Значит, а бывает, что зло, злоречивый вот этот вот злоязычный человек, а говорил кого-нибудь и причинил зло, и навредил, и даже не знает, там человек и обиделся, но промолчал. А иногда он пишет, злоязычный толкует о семейной репутации и вредит будущим поколениям, и за это нет ему прощения. Как написано в Талмуде, трактат Баба Кама, Иерусалимский Талмуд, злословящему о семейной чести нет прощения навечно. Представляете? Вот такая вот история. Дальше он пишет такую вещь. Говорят мудрецы, что наши праотцы испытывали Всевышнего десять раз, и всем им приговор был подписан лишь за злословие. Как сказано, как говорили вы мне, так же сделаю вам. Книга Бамидбар. Когда подошли к земле Израиля, оказывается, злословие на землю Израиля тоже является преступлением. Не только на человека, но даже на землю. Получается, что, когда пришли вот эти разведчики, и начали они говорить злословие плохо о земле Израиля, то все, кто поверили этому злословию, были потом наказаны и умерли в пустыне. Есть такое выражение, что злословящий, он злословие убивает троих. Того, кто говорит злословие, того, кто слушает, и того, о ком говорят. Теперь смотрите, что получается. Вот нам, что нам говорит Тора. Вот есть, например, что такое реальность. Давайте посмотрим, что такое объективная реальность. Я рисую линию. Объективная реальность. Что здесь объективная реальность? Объективная реальность это только то, что идентично для 100% людей. Вот оно. 100% людей это объективная реальность. Если это не идентично для 100% людей, то это уже субъективное мнение. То есть получается, что каждый человек живет в мире субъективных мнений, которые эти субъективные мнения, они для него если он в них верит являются его субъективной реальностью но когда мы делимся друг с другом своими субъективными реальностями то мы можем это делать в разными путями например человек который приукрашает субъективную реальность но такое называется это оптимист да он оптимист он говорит смотри вот у меня есть моя субъективная реальность это все равно не реальность это моя интерпретация теперь я возьму эту свою интерпретацию не то что я ее сделал лучше да то есть я искажу не она уже и так искажение любая субъективная реальность не является объективной реальностью а значит является искажением объективной реальности чистая логика вообще чистейшая значит любая субъективная реальность не является правдой, потому что она по определению является уже искажением. Если уже человек искажает, он не может сказать, что мое искажение это правда. Твое искажение не правда. Твое искажение просто твое искажение. Теперь, если ты это свое искажение уже выпускаешь, носишь в себе, в этом тоже есть проблема. Значит, есть проблема, за что был разрушен второй храм, за беспричинную ненависть людей друг к другу. Я только вчера Я как раз изучал эту книгу по психологии, и там было написано, что вот этот внутренний мозг, лимбическая система эмоциональная, инстинктивный мозг, он не различает, куда направлена эмоция. Поэтому гнев человека, направленный на кого-то, его организмом фиксируется тоже поднятием гормонов, кортизола и так далее. То есть получается, человек, который ненавидит кого-то беспричинно, представьте, какая глупость вообще, да? Если человек ненавидит кого-то беспричинно, у него внутри есть некое пространство эмоциональное, которое его. Теперь он берет, причины нет, то есть это не реактивная ненависть, когда кто-то по его мнению его обидел, и он на это отвечает. Он просто ненавидит, просто вот у него такое, ну вот просто, беспричинно, он как бы, поэтому она называется беспричинная. Но кто появляется потребителем тогда этой ненависти? Он же сам. Он же сам внутри отравляет себя этим ядом. Теперь причинная ненависть. Хорошо, кто-то, я, например, ненавижу Синуара, да? Я ненавижу Синуара, мне этот Синуар, которого я никогда в жизни не видел, но это тварь, который убил там на его руках кровь десятков тысяч людей. Например, я просто привожу пример. Синуара я не видел никогда, не видел. И я уверен, что не увижу с Божьей помощью, что его скоро уничтожат, потому что Всевышний за зло всегда, ну за такое зло возвращает. Но та ненависть, которая у меня есть к Синуару, она у кого остается? У меня. То есть я внутри, часть меня наполнена ненавистью. Синуара я никогда не увижу. Но какой-то человек, он может меня где-то там зацепить на улице, да? У меня пистолет есть, кстати. И теперь человек, у которого внутри вот эта ненависть, а это же гормоны все, это все гормоны. Он ненавидит кого-то там, там, а ненависть-то в нем, тут его кто-то зацепил. И получается, что у него вся эта ненависть и выплеснулась. А если это ребенок, а если это родственник, а если это и так далее, то получается ненависть разъедает. Это огромный-огромный я, огромнейший я. Теперь злословие, человек, который начинает распространять эту ненависть в виде слов, он, получается, что не только уничтожает свой внутренний мир, он становится человеком, который внешний мир, он его, можно сказать, уничтожает. Потому что он, бах, одного обидел, сказал ему правду, ну, свою же правду, это же твоя правда. Так живи со своей правдой внутри, тебе она не нравится, ты хочешь говорить о пятнах на стакане, о ложках дегтя. Ну, тебе они нравятся, ну, живи с ними, с этими ложками дегтя, тоже глупо, но хотя бы уже оставь это при себе. Зачем ты ходишь и указываешь людям? Он одному сказал, вот ты знаешь, ты вчера там сделал плохо, а вот ты сегодня вот не так выглядишь, что-то у тебя лицо зеленое. Человек думает, блин, вообще, куда вообще, у меня еще есть лицо зеленое, да, я плохо себя чувствую. То есть человек, который говорит вот это злое значение, он реально ядом разъедает мир вокруг себя. Поэтому это такое большое преступление Апатория. И поэтому Хафетскаем написал книгу, которая называется именно «Жаждущий жизни». И царь, он это базировал на отрывке из псалмов царя Давида. Там написано так. «Ми аиша Хафетскаим». Кто человек, жаждущий жизни? «Оэбьямимли роттов». Тот, кто любит все дни, видит добро. А как это сделать? «Нецор лишь анхамера». «Станови свой язык от зла». «Усфасэха свои уста». «Лидабер мирман». «Мирма» это обман. То есть мы все все равно искажаем. Вот что я не скажу сейчас, это искажение. Вот любая моя фраза – искажение. Вот даже я сейчас сказал, любая моя фраза – искажение. А может какие-то фразы, я говорю, не искажение. Дважды два равно четыре. Уже то, что я сказал, любая фраза – искажение, уже было искажением того, что я... Я же иногда говорю не искажение. Дважды два равно четыре. Правильно? Могу же иногда правду сказать. Объективную, да? Поэтому. «Сур мира» – это «двинься от зла и делай добро». То есть человек, который хочет избавиться от лошона-ра, он наоборот говорит слова добра. Лошон – как бы доброе язычие, да? Он говорит, смотрит на человека и говорит, ну видит у него лицо зеленоватое. Он думает, ну чего будем вообще с этими своими мнениями про его зеленое лицо. Я ему лучше скажу, как я рад его видеть. Ты знаешь, я тебя так рад видеть. Вот давно не виделись, рад тебя видеть. Человеку сразу на сердце легче стало. У него лицо порозовело, стало на розовом эти красины. Понятно, да? То есть негативные слова, даже если они правда, говорить нельзя. Все. Это как бы, если говорить, перевести в практическую плоскость то, что мы сегодня начали учить. Завтра продолжим с Божьей помощью. В 10 утра встречаемся. Сегодня у нас пост легкого поста, значит, раскаяния. Главное же, что исправление идет через раскаяние. Когда ты что-то осознал, что ты делал где-то, может, что-то ошибался и так далее. Осознал, принял решение так не делать и, значит, не делаешь. Я сегодня тогда на Ваикра, телеграм-канал, сейчас я сделаю еще пару таких конкретных советов про Лошонара, вот как воздержаться от Лошонара и так далее. Прямо будет в письменном виде. Поэтому заходите в телеграм-канал Ваикра и, значит, читаем сегодня про Лошонара. Все. До завтра в 10 утра встречаемся. И с Божьей помощью, чтобы уже наступил мир, чтобы злодеи, которые, значит, рушат мир, чтобы они стали праведниками. Это мы больше всего желаем. И чтобы наступил мир, чтобы хорошие, добрые люди, которые в мире большинство, подавляющее большинство людей, не хотят ни убивать, ни хотят, ни хотят просто хорошо жить, благодарить Всевышнего, радоваться жизни. И, значит, чтобы наконец-то наступил мир, чтобы мы могли опять спокойно жить, радоваться и не воевать. Все. Удачи, успехов. До завтра.